Около двух месяцев назад школьникам Ленинского округа было предложено проявить свои творческие способности. Ребята с 5 по 11 классы могли выбрать любое литературное произведение и стать участником всероссийского конкурса «Живая классика». Всевозможные произведения, стихи, проза, все, что ребенок выбрал. Это, конечно, для привлечения наших детей к чтению, привить любовь к классике, к русской, зарубежной. Десятиклассник Кирилл Целенко для выступления выбрал повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». С первого же прочтения книга произвела на молодого человека колоссальное впечатление. Этими эмоциями он решил поделиться с другими участниками и жюри. В самом начале я думал, что оно грустное, но чем больше я читал, я понимал, что оно рассказывает о жизни. Оно производило впечатление, которое учит тебя, не бояться своих ошибок и путешествовать, изучать все, несмотря ни на что. На муниципальном этапе конкурса приняло участие порядка 30 ребят из 10 школ округа. Члены жюри оценивали не только само прочтение, но и актуальность выбранного произведения, актерские способности детей, степень эмоционального воздействия всего выступления. Я когда вижу все эти критерии, я каждый раз прихожу в некоторые замешательства, потому что мне кажется, что эти сложные слова не имеют ничего общего с тем, что возникает у меня внутри, когда я слышу то, что, скажем так, совпадает с моим внутренним ощущением автора или же не совпадает. Но в любом случае, я не то что надеюсь, я знаю, что сегодня нам будет очень интересно. Интересное и в некоторой степени необычное выступление получилось у ученицы Бутовской школы Фатимы Тагиевой. Она прочитала отрывок из книги Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Сюжет о ребенке, который переживает смерть матери. Я думаю, в моем возрасте уже можно что-то такое запоминаешься. И у меня было два выбора, там про солдата, который умел, и про маму. Ну, я выбрала маму, не знаю, мне кажется, она более бы так на людей подействовала бы. На этом этапе члены жюри выбрали трех полуфиналистов, которые отправятся представлять Ленинский городской округ на уровне Московской области. И кто знает, может кто-то из наших ребят сможет попасть во всероссийский финал литературного конкурса «Живая классика». Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ВиднетВ.